Привет! Как дела? Сегодня в продолжении моего рассказа о нашей с мамой поездке в конце августа 2016 года в города Уэймут и Портланд я расскажу про город Портланд. Итак, переночевав в этом ужасном отеле в городе Уэймут, о котором я вам уже рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике, мы собрали сумки, оставили их внизу в отеле и поехали на остров под названием Портланд, посмотреть, что там находится и просто погулять. Сели на обычный рейсовый автобус, который курсирует между Уэймутом и Портландом. Напомню, что Портланд это остров и между побережьем и самим островом есть такая насыпная гавань, по которой люди добираются до острова на машинах, автобусах и другом транспорте. Так и мы сели. Автобус обошелся нам, по-моему, 3,60. Дороговато для транспорта в провинции Англии, в Лондоне на тот момент автобусы стоили всего лишь 1,50 фунт и можно было путешествовать по всему Лондону, по всем 9 или сколько там сейчас уже зонам. В общем, мы сели и поехали. По пути нам попалась вот такая вот гавань, где находятся дорогущие яхты и прибывают различные паромы. Затем мы поднялись на гору, откуда нам открылся великолепный вид на насыпные пляжи. И эта вот такая песочная коса считается одним из лучших курортов в Великобритании. Ну а мы добрались до остановки на самую высокую точку города Портланд и вышли там. Так как в самом городе смотреть практически нечего, пару церквей и так, обычные жилые дома, я решила добраться до моря и, может быть, даже там искупаться и взяла направление на маяк. Это главная достопримечательность и визитная карточка города Портланд. Посмотрела по навигатору, идти туда нужно было всего 20 минут, но добирались мы до туда около часа. Где-то на полпути, так как была сильная жара, по-моему, 30 градусов, пекло, и мама уже выдохлась и не могла больше идти. Мы стали ругаться, ссориться, я говорю, да вот же уже маяк практически виден, а до туда еще минут 20-30 пешком. В общем, так скажем, хайкингом занимались. Кстати, много людей занимаются там именно хайкингом, то есть ходьбой по горам, по различным протоптанным проселочным дорожкам. Так вот и мы тоже через какие-то поля и дебри пробирались и видели вот таких вот прекрасных лошадей, гуляющих вдоль ограды, рядом с которой уже практически виден обрыв. Коровы лежали, загорали на лугу, там у них было такое корыто в виде ванны. И все, что дождь накапает, вот оттуда они могли попить воды. Мы увидели вот такой вот столб, облепленный ракушками, почтовый ящик посреди поля и вот такие вот, видимо, помидорки. Ну, в общем, что-то, какой-то нереальный овощ или фрукт. Я это все пофотографировала, очень было интересно, пока мы шли смотреть на сельскую жизнь этого города. Ну и, наконец-то, мы дошли до маяка. Уже между собой переругались, просто молча улеглись на камнях белых вот этих вот знаменитых портландских. Портланд же славится своим белым камнем, из которого, кстати, устроился и собор Святого Павла, а также штаб-квартира НАТО и очень много других известных зданий по всему миру. Остров Портланд – это известняковый остров длиной в 6 километров, шириной в 2,4 километра. Он расположен в проливе Ла-Манш и находится в 8 километрах к югу от города Веймут, образуя самую южную точку графства Дорсет. Население Портланда составляет около 13,5 тысяч жителей, причем большинство из них, 53%, это мужчины. На острове стоит маяк Портланд Мол. Портланд считается объектом всемирного наследия в Дорсетте и на востоке Девонского побережья, важный для геологии и рельефа. Его название используется для одного из британских морских районов и было экспортировано в качестве имени для североамериканских австралийских городов. То есть в Америке и в Австралии тоже есть город Портланд. Гавань Портланда в бухте между Портландом и Веймутом является одной из крупнейших техногенных гаваней в мире. Она была сформирована строительством каменных молов между 1848 и 1905 годами. С самого начала это была база ВМФ в Великобритании, которая играла заметную роль во время Первой и Второй мировых войн. Корабли британских ВМС из стран НАТО находились и проводили учения в этих водах до 1995 года. Гавань в настоящее время является гражданским портом и популярным местом отдыха, которое использовалось для Олимпийских игр в 2012 году. И так мы полежали на этих вот белоснежных камнях, позагорали, но я не рискнула спуститься вниз, так как не было какого-либо спуска, а так хотелось покупаться, потому что была страшная жара, а море такое бирюзовое, прямо манящее. Но, к сожалению, вот так вот мы провели этот день в этом городе. В районе маяка делать нечего, там в принципе только кафешки, рестораны. Ну так, хорошо провести время, погулять, пообщаться на природе, позагорать. Может быть, покупаться, может быть, где-то и есть спуск, и даже, может быть, какой-то пляж. Вот. Дальше мы направились на автобусную остановку. Опять шли около часа, но уже молча. Из последних сил добрались, сели в автобус и поехали в Веймут. Там еще немного прогулялись по Веймуту, забрали сумки в отеле, в 7 часов сели в автобус Мегабас, и уже в 9.50 вечера мы были в Лондоне на станции Waterloo. Возможно, это был поезд, если честно. Я не знаю, билеты показывают, что это был Мегабас. Может быть, эта компания продавала билеты на поезд. Вообще, это автобусная компания, потому что фотки вокзала в Веймуте и поездов у меня имеются, и, наверное, мы все-таки ехали на поезде. Но точно не могу сказать, но, в общем, путь из Веймута в Лондон составил примерно 2 часа 45 минут. Вот пока и все, что я хотела рассказать об этих двух городах, Веймут и Портланд. Еще несколько прибрежных морских курортов мы посещали, о них я тоже расскажу. И еще в какие-то города мы ездили с друзьями, тоже постепенно буду рассказывать. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч!